Не желая быть нарушителем, не желая... Покаяние не означает, что сразу можно вернуть какую-то ответственность. Если семья так увидела благоприятным, попробуй. Пожалуйста, здесь нет закона такого, регламентирующего какое-то количество времени, выдержать или не выдержать. Если решили так посмотреть за человеком, пожалуйста. Тем более, что это установка, которую может применить семья, она может точно так же быть изменена той же самой семьёй. Если увидится её уже какая-то ненужность в чём-то проявляющейся. То есть, увидев какую-то достойность человека, вы вполне можете раньше времени прекратить этот испытательный срок и уже взять полноценно. Либо, если увидите какую-то шаткость и усложнённость, вы можете и продлить этот срок. То есть, это как бы некоторая условность, которую не надо так жёстко рассматривать, как если уже установили, то обязательно день в день её исполнить. Вы условно так обозначили приблизительно, чтобы уже так не создавать большие суеты, если бы сказали, ну, давай на месяц. И так каждый месяц пересматриваете, только больше времени теряете, ну, это будет совершенно ни к чему, ну, год обозначили, да хоть 10 лет. Верующего не должно это смутить, по идее. Так, если говорить о нормальном верующем человеке, неважно, сколько братьев уделили времени на какой-то испытательный срок, для него важна возможность, хоть какая-то, быть полезным и пробовать применять свои возможности и усилия во благо ближних, хоть какая-то. Дали маленькую возможность чистить сапоги регулярно всем. Он с удовольствием это сделает. С удовольствием. И будет вкладывать всё в свою душу, молитвенное состояние, делая дело своё просторе, но как можно интересней. Его не должно так уже сильно взволновать, почему ему не доверяют что-то большее. Любая попытка возмутиться по этому поводу, любая попытка говорит о недостойном проявлении ваших качеств. Это уже начинает выходить ваша значимость. Она начинает возмущаться. Будьте внимательны уже по такому нюансу, присматриваясь к самим себе. У нас вот, понимаешь, даже не с этим человеком, просто в семье 50 на 50 начнут разделяться мнения. Можно не объяснять. Вы сами решаете. Как большинство решило? Да, решили так. Всё правильно будет. А вот одного брата там очень сильно смущает то, что человек, когда выходил, он не пришёл на семью, на собрание, а просто позвонил по телефону, сказал жене, передай, вот не могу, всё уже. Ну да, это больше к слабости относится. А его смущает, что это грубое такое нарушение. Это не грубое нарушение, но это больше проявляется слабость человека. Его страхи, комплексы и так далее всякие. Чем больше он позволяет им проявляться в себе, не побеждая себя, тем сложнее будет в дальнейшем. Они будут укрепляться. И каждый Новый год, проведённый им в стороне, где-то там не решая правильно свои вопросы, будет только усложнять эти внутренние установки. Каждого из вас это касается. Как только где-то смолодушничали, удержали себя от того, чтобы победить какой-то в себе комплекс и сделать какой-то смелый шаг, вы только его укрепляете. Он даёт новые поросель, цепочку каких-то таких отклонений, которые в вашей психике начинают всё больше формировать такую, ну, какую-то зацикленность негативного характера. Вам будет только сложнее со временем с этим справиться. Только сложнее. Другого выхода у вас не будет. Облегчить вот эту часть. Надо побеждать сразу. Как только появляется хоть какой-то намёк, что где-то что-то надо в себе преодолеть, попробуйте преодолеть. Не теряйте время, не отпускайте на потом. Брат даже признавался, говорит, я сейчас как на этом, на грани такой стою, говорит, ещё немножко, а он такой производственник, ещё немножко, говорит, я начну склоняться в сторону таких людей, общения с бизнес-людьми, там свой круг общения, появляется. И уже то, что происходит, не становится. Ну, это сам решит. Ну, склонится, да и хорошо тоже. Он говорит, и это, бегом в семью, потому что почувствовал эту грань. Вот так надо уметь в себе прислушиваться. Вот это судьбоносные моменты, которые могут уже не повторяться. То есть вы дозреваете до какого-то момента, и как только это дозревание подоходит до какой-то веточки, разветвляющейся в вашей судьбе, вы начинаете чувствовать необходимость какого-то решения принять, туда или туда отклониться. Повторно то же самое ощущение через время вы уже ощущать не будете, потому что вы уйдете с этой веточки в какую-то сторону. То есть вы не сможете это то же самое ощутить. Вы неизбежно куда-то пойдете. Но у вас есть натоптанная внутри, так условно говоря, натоптанная эстезия, связанная с вашей предрасположенностью, максимальной предрасположенностью, основанной на ваших качествах. Поэтому если вы затормозили с выбором, с правильным, вы неизбежно пойдете по этой натоптанной дорожке и минуете эту развилку. А значит, ощущать необходимость выбора у вас исчезнет. Вы пройдете этот выбор. Все, он у вас не повторится. Поэтому во многих местах вы, как правило, идете по наработанному такому, связанному с вашей предрасположенностью, выборным пути. Идете в ту сторону. Так что, если будете внимательнее к таким вот нюансам, связанным с необходимостью, сделать какой-то новый для себя шаг. Не пропустите мгновение. Оно у вас не повторится. Дверь закроется и все. Конечно. Вы пройдете мимо этого ответвления. Ну, конечно, будет там опять какое-то ответвление впереди. Но именно это ответвление, которое уже дало бы какие-то новые плоды, вы потеряете. Продолжение следует... Можно было и остаться, а не так это все страшно. Какая-то накладка здесь... Так она условная. Если уж вы на что-то пошли, старайтесь сделать достойно все это. Ну, это, конечно, несколько очень абстрактная подсказка. Очень обобщенная. Ну, я подразумеваю, под ней не просто на рыбалку пошли и пошли достойно ловить рыбу, забыв про литургию. А вот такого рода таинство, которое... Оно оказалось по-своему уместным в вашей жизни. Ведь с самого начала мы говорили о земле, как о живом явлении. Учиться слушать деревья, учиться уважать окружающую природу, говорить с ней. Это для вас должно быть естественно. То есть вот это внутреннее ощущение живого вокруг, оно должно выработаться у вас. Но в силу определенных обстоятельств вы на это не особо обращаете внимание. И тут в какой-то мере сложилось ряд обстоятельств и появилась возможность немножко акцентировать ваше внимание в сторону, которую вы забываете. Уважение к окружающей природе. Вы можете особо не вдаваться в информативную основу того, что подразумевается под природой, какого рода явления там могут обозначаться какими-то фантастическими для вас наименованиями. Это не столь важно. Когда вы Богу поклоняетесь, не важно, как вы его называете, видите ли вы его или не видите, вы просто делаете дело, которое понимаете, что это относится к гармонии. Потому что все, что связано с Богом, связано с гармонией. И задается вам тот темп жизни, поиска каких-то решений, которые будут помогать вам гармонично решать эти задачи. Еще больше позволяю вам погружаться в эту гармонию. Правильно погружаться. И тут не важно, опять и подчеркнем, как вы обозначите Бога. Вовсе не важно. Потому что здесь важно ваше ощущение этой гармонии. И если вы стремитесь гармонично это все проявить в себе, это ваше уважение и почитание Богу. Вы его начинаете своими делами выражать. Так и здесь, умея общаться с природой, будет ли там кто-то, не будет ли кто-то, в каком образе за всем этим кто-то подразумевается, невидимый вами. Это вовсе не важно. Важно. Вы видите дерево. Вы видите кустарники, воду, реки, озера, земля. Вы видите природу, красивую, прекрасную. Вашу мать, как дающую вам жизнь, кормящую вас. Вы к ней относитесь с уважением. Вы не плюете в ее сторону. Вы не разбрасываете, не гадите всякими безобразными методами. Не разрушаете окружающее пространство. Старайтесь постоянно, хоть чуть-чуть, наводить в окружающем порядок. Порядок – это как создать творчески что-то очень красивое. То есть, вы призваны поддерживать порядок несколько иначе, чем это могло бы делать происходит в животном мире. То есть, тело умирает, если в животном мире появляются червячки, они прибирают там что-то, что уже начинает распадаться, и все это уходит в что-то другое. Идет своеобразная очистка, но она другого характера происходит. Вы художники, вы поэты. Вы рождены быть поэтами. Поэтому ваши возможности изменить окружающее пространство зависят не в том, как удачно вы переработаете какие-то элементы, упавшие, гниющие в этом пространстве. А вы по-другому можете наводить порядок. И наводя порядок, вы вкладываете свое сердце, вы вкладываете желание видеть это красивое вокруг. Чтобы вы смотрели, и вам было приятно. И вот когда вы стараетесь сделать так, чтобы вам было приятно от души, от сердца, вы меняете пространство. Вы меняете, вы не только подчищаете что-то валяющееся, там, начинаете складывать в кучку, чтобы не просто валялось безобразным образом. Про лес, он дремучий такой у нас. Очень много всего валяется просто так по-своему, в каком-то своем творческом беспорядке. Но беспорядке земного характера, не человеческого. А вы, как художники, можете наводить этот порядок. Вы приводите все, складываете, убираете, на ваш взгляд, излишнее, досаживаете недостающее. Вы изменяете пространство, но главное, вы делаете его от сердца, от души. Вы стараетесь делать красивое. Вы поете песнь красоте природы. Вы ее спеваете. Все это то, что вы призваны делать. И не важно, кто там за всем этим стоит. Какие-то мохнатенькие, или какие-то человекообразные существа. Вовсе не важно. Вы видите природу, этого вам должно быть достаточно, чтобы ее учиться уважать. И менять так, как в данный момент вы призваны это делать. И как можете это делать? Ну, так и делайте. Поэтому, если где-то вы отклонились в творческом рвении, что-то красивое выразить во благо природы, это нормально. Это тоже относится к гармонии. Но если стал выбор или туда, или туда, вы уже знаете, куда сделаете выбор. Но если возникла какая-то накладка, и вы начали уже отдавать какие-то силы в отношении природы, уже проявляя свое что-то красивое, удивительное, и как-то неожиданно случилось так, что возникла маленькая накладка. Не надо бросать, продолжайте это делать, заканчивайте вы достойно, красиво. Это все попадает в гармонию. Так что здесь ничего такого особенно не надо. Если пытаетесь вы посмотреть это с позиции известных вам, понятий, язычества и прочего, прочего, вы ошибетесь тогда. Вы очень примитивно посмотрите на все эти явления, слишком по-детски, и очень наивно. Все гораздо интереснее, сложнее, и, может быть, даже, я так, может быть, не совсем уместно, я сказал, сложнее. Может быть, оно, правильно бы сказать, все гораздо проще. А вы очень сложно к этому подходите. Оно красивее и проще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Джест Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok